друзья мои вас всех приветствовать все успокоились выдохнули да все хорошо все спокойно ничего не случилось но не кое-что случилось но ничего страшного да конечно нету не ну возможно для кого-то и есть да в первые минуты особенно было я потерял дар речи не знал как об этом сказать мои супруги я всегда опять сел за компьютер обрабатывать вам интересный классный ролик да и тут там бах и все видео опять удалилась нет ребятки его невозможно восстановить ничего бак бак такой ошибка телефон на самом деле просто быстро спешил и хотел ролик сделать прям что вот все было да и чай-чай-чай там все дела просто ребят я ему сто раз говорила убери отсюда корзину пожалуйста он видите ли ему там удобно да удобно я же человек широкой душой знаете вот люблю вот сесть и взмахнуть широко руками вот мои руки что-то у меня что-то кривоватые оказались как-то в общем ничего страшного ну вам как всегда желаю хороших приятных просмотров ремонт у нас продолжается сейчас быстренько мы пробежимся я вам покажу что у нас есть что мы немного сделали и продолжим продолжим работать 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 и чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё в общем как всегда как вам удобно легли присели подушечку взяли чай и печенька все есть меня видишь я тебя вижу и это прекрасно мы начинаем погнали так вратцах расскажу что вы пропустили что я уже сделал вот получается эта стенка уже все заштукатурена у нас уже гардероб на приобретает а вот какие-то формы интересные правильные в общем она уже все подсыхает сохнет все хорошо становится светлей все прекрасно вот потому что сверху тоже заштукатурил провода все этот чтобы снизу спокойным неправилом тянуть чтобы эти провода не вытаскивать не цеплять и чтобы они там не вылетали в общем они сейчас все уже за зафиксированы все отлично здесь так кусочек вышел потому что оставался раствор нужно было куда-то деть вот эту сторону тоже мы заштукатурили что мы еще сделать дополнительно мы сделали вот такой лючок все он не планировался но так как смеситель на гиенический душ у нас он у него получается выход не как стандартного то бишь вот горячая пришла холодная горячая да и он к ней подключился вот здесь и но здесь чуток другая система вот и нужно так чтобы к нему был доступ должен доступ чтобы провести ревизию примеру если что-то с ним случится вот я поставил американки нашего переходники вот скрутил заменил и все и соответственно нужен был лючок сначала планировал делать санузле но в общем там по технической части намного будет сложнее все это сделать поэтому я принял решение сделать его отсюда наружнее и проштробим здесь трубу пустим отсюда ближе на горячую и холодную воду вот конечно если все это было учтено можно было прикладки кирпича это расстояние оставить ответственное не залаживать ну привет что работать решила аэром ты чё ты сегодня че такая сегодня такая сильно бодря когда ну правильно а так в принципе мы продолжаем продолжаем план работы ну и соответственно что что вы не увидели что вы пропустили мы обязательно все покажем вот кстати к нам привезли уже двери ламинат мы тоже это все покажем а сейчас начнем начнем заниматься до штукатурим стены подведем воду горячую холодную и под батареи тоже все за штукатурим сделаем откос в общем эту комнату мы заканчиваем заканчиваем и переходим переходим в коридор единственно потолок скорее всего вот этот пролет наверное я его тоже под штукатурю кстати потолок в доме везде будет натяжной это уже мы решили не надо говорить это надо так вот так сделайте так везде будет натяжной потолок вот в общем что говорить начинаем работать от души мы погнали ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Лопнул DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok все пойдем так ну что вы готовы посмотреть на нашу дверь на бинка вот она ратата красота красавец пленку еще не снимали потому что здесь планируется отделать отделать фасад еще вот поэтому а так классно прям да как вы зацените в общем очень понравилось я же говорю хорошо что не сделали перекладину вот здесь снизу где посоветовали ну не знаю вообще шикарно и посоветовали две раскладки сделать скажите вообще прям смотрится супер классно не здорово мне так нравится открывается вообще прям на ура тут опорожек смотрите такой алюминиевый вот плохо что те установщики которые мне ставили мимка подожди не посоветовали такой же там во первых пластик не будет затираться это алюминиевым долговечный его небольшой смотрите да какой порожек мимка вот об него так не будет спотыкаться сильно тут все равно побольше подожди подожди в общем со стороны гардеробной посмотри ну конечно там чуток сейчас мне инструменты там пинка бедные вот а так ну вид вообще классный здорово конечно здесь когда все делается вид он будет нереальный да и там конечно этого ничего не будет что-нибудь будет возможно зона отдыха вообще планирую баньку там поставить но посмотрим посмотрим я же говорю дел очень много вот надо внутренней работы завершать а так дверь прям вообще прям капитально конечно света будет много отсюда важнее будет света здесь наш шкаф купе буду до чтобы котельную спрятать вот и вы говорили сделайте окно теперь окно не надо посадите сколько будет замечательно много света мы продолжим с нашей гардеробной кстати время часы так смотрю много с ремонта часы заводит привык часам так уже вообще удобно смотришь время потому что руки руки грязные чтоб телефон и лезть так что я сделал что что осталось в принципе принципе практически все вы уже видите все все практически по нолям я сейчас начну заниматься откосами вот буду утеплять посыпи на плексом вот что у меня останется как оно зашло струбов воду вот у меня провода у меня уже выведены остается мне поставить мой щиток сделать эту всю разводку что у нас сделал я щиток дополнительный щиток потайной плечок я прокинул ванопровод горячую и холодную я уже объяснял почему-то сделать так было проще все мы же тут подстыл о по 1 открыли кота поменять ну как сказать не так уж я влюху ну вот все здесь как бы ключом подлез 1 ключом подлез 2 я уже ребята объяснял для чего я это сделал сначала были мысли а и просто замуровать это он представьте если наступил конец до его нужно поменять я же объясняю он на наружу не выходит это резьба нельзя так подсоединить это все видно вот она внутри себя находится в принципе могу показать вот он мой лючок вот видите как все находится вот отсюда подвод это получается горячая и холодная вода она не может просто туда выйти вот все я закрепил когда мне надо будет вот я саморезики откручу эти чик 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 открутил чик чик все оттуда вот достал ты что что тебе надо кто память разгрыз а вот так он закрывается все раз он еще тоже шпаклянется в уровень снизу уровень стены и вообще здесь видно ничего не будет сейчас мы это да тоже до штукатурим вот этот маленький участок а так принципе у нас ждать уже почти все так ну вот здесь у нас он вышел вот так получается вот он выход я все за дело чтобы не испачкать сюда просто и вешается лейка лейка суда навешивается вот отсюда вода под а здесь регулируется уже все друзья увидеть как это выглядит сейчас как бы ну так рассказывать не то там обычный липс гипсокартона сделать сеточку армирующий склеем за армировал все хорошо все прекрасно все схватилась быстренько и хорошо то стена я уже показал на тоже за штукатуре нам в принципе здесь уже почти все ли почти почти конечно гардеробной уже объемный объемная стала очень хорошая поэтому сейчас будем заниматься так помидорки есть где-то я не знаю банки 3 4 наверно до 3-х литровых выйдет нормально нормально стопать гусениц их не сидят но я работать сейчас пойду на откосы и потом под батареи все здесь уже не что сделаю за штукатуре у нас принципе гардеробная комната будем готова вот в общем ладно погнали погнали вперед и вперед и вперед все что я начал начал и очень быстро закончил начал наши откосы я утеплять сверху я пустил тройка здесь почему так потому что как как доборы у меня не получились телескопическими то бишь вот этот проем залез вот сюда да тем самым когда пена и запиливал он распирать не не давал не давал и легко и регулировать сейчас сверху покажу как это выглядит вот так это все выглядит пены у меня не хватило сейчас объясню это вообще что-то с чем-то ну и соответственно троллировал чтобы пена пена не расширила не расширила как вы видите по уголку все ровно идеально все я выставил дополнительно сюда можно саморезами регулировать еще все все четко видите все по уровню все классно в общем один баллон у меня закончился пены здесь я взял 2 свой баллон вот вставляю его судах пистолет нажимаю а пена не идет ничего не понимаю начинают баллон болтать все смотреть опять не идет ничего не понимаю начинаю разбирать начинаю чистить все это самое вставляю очиститель на это же другое вот этот им промывая все прекрасно идет вставляю опять пену опять пена не я ничего уже не понимаю новый баллон вообще не использовался думаю может пена где-то начинаю здесь и ковырять вроде все чистенько это самое в итоге пока я мучился думал грешил на пистолет может с ним что-то не так полностью разобрал опять почистил все собрал все прекрасно акация баллон с пеной был бракованный бракованный я не знаю как там на заводе сделали в общем пена не шла мне шла с него но вы сейчас скажете поедь поменяем поменять не могу потому что тот баллон пены я давно уже поле не знаю еще до зимы он не лежал не знаю кого не было так нет промучился я с этим грешил на пистолет и все оказалось с баллоном с пены в общем пока туда-сюда ездил вот и не время время пролетело там это я продолжу делать а сейчас пойдемте вам покажу двери у нас двери еще межкомнатные пришли ламинат все это покажу вот а потом мы уже продолжим работать так проезду пару часов потому что не мог найти соединение на мою чудо супер систему да это еще не вся система на не вся в сборе поэтому плюс города какой крупных больших строительных магазинов где приехал и практически все можно найти а вот у нас не все можно найти что-то под заказ ждать это не совсем удобно в общем кто не знает это моя система она называется радиатор отопления плюс теплый пол это у меня получается радиатор отопления здесь четыре у меня контура будет идти на батареи вот сюда дополнительно еще будет насос насос принудительный вот для циркуляции это второй насос он будет работать именно с теплыми полами вот это чисто папа папа под них будет у меня было 7 контуров мне не хватило я еще добавочно купил с расходомерами еще вот такой коллектор на три выхода и того у меня 10 10 контуров контуров теплого пола все теперь этим мне нужно соединение все соединить я буду на уплотнительную пасту и на паклю сажать это самое лучшее средство вот поэтому все везде рассчитано сбросники с брасняки воздуха все есть краники есть перекрываться все можно случае чего там демонтажа и прочее 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 потом в дальнейшем когда это все замонтируют там установлю соединение по отсоединю уже полностью я вам тогда расскажу и покажу как это все классно работать но я надеюсь что это будет все работать так а не 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 все все будет работать это будет очень практичный кино экономично вот в общем такая будет система ребят приехала ли наконец-то двери и федор тоже было было это взять кино знаете когда снимать не знаю сейчас есть нету такая как-то дощечка называется дубль 2 то это самый в общем это уже какой дубль уже привезли давно потому что вы уже все знаете что видео опять удалилась вот что у нас есть давайте начнем с подложки подложка обычная перфорированная под теплый пол хотя я думал что будет рулоном этот момент я не учел ну ладно просто рулоном удобнее размотал отрезал а здесь каждый уложи еще скотчем при левой как бы ну ладно бог с ним ничего тут прям такого страшного нету ну все же нужно эти моменты уточнять это у нас наборы наборы и это у нас коробка обналичники все на нашей двери одного добора не было самого широкого это на нашу спальню мы ждем его добора у нас все телескопические вот вставками видите вот я их открывать ничего не буду потому что все упаковано видишь что края плохо запаковали надеюсь что сколов нигде нету но вроде я переносил смотрел вроде все целое да вот и поэтому и двери мы не хотим открывать потому что они запечатаны ну и пусть стоят складывая обычно лежа не надо ребят ставить стоя доборы обналичники потому что когда вы стоя ставить их они возможно со временем прогнуться если вы не сразу будете ставить понимаете потом если у вас система не телескопическая они вот так будет у вас волной опять будете вы их выравнивать да это наши двери они белые классические стандартные это семидесятые двери и здесь четыре штуки вот видосик сейчас куда мне в лево вправо ставь ну давай давай нет я буду здесь эти двери вы сейчас увидите они точь один в один кстати они этот цель очень сильно напоминает и киевские двери кстати купечный у нас по моему вот на подопе будет не знаю нам понравится обычная стандартная классика беленькие я вам скажу они нелегкие хоть и материал здесь получается не дерево даже не шпон но сделано неплохо эти двери они прям такие массивные знаете нету этих скрипов когда бываешь двери она прям бывает чуть-чуть чуток ходит вот поэтому их очень неслыханно рады этому что они уже у нас есть они приехали да на самом деле вы говорите что цены очень сильно растут сегодня буквально я ехал и опять купил грунтовку этот концентрат вчера он был 370 сегодня 390 буквально да это сам так ну это ладно продолжим и конечно главный гость нашей программы то наш ламинат наш ламинат это 34 класс 8 миллиметровый он тут на него гарантия ну я не знаю правда или нет но вообще производитель дает 25 лет гарантии в общем по их ней как бы сказать технологию не боится ничего можно ходить в каблуках лить на него воду подходит для теплых полов катать на нем мебель мыть полы не знаю вот сигарета упала не прожгла в общем тут я не знаю говорят что он вообще нереально ребята светлый тон взяли светлые тона он с фаской вот если кому интересно фирма у нас получается бругер бругер фирма я не знаю чья она вот сам ламинат он фактурный фактуру это не просто рисунок фактура идет везде даже вот здесь идет фактура чем-то мне знаете в разрезе напоминает бамбуковые есть волокна такие вот сильно там чем-то похоже сейчас я пару штук сделаю чтобы ну так для для более этого было видно вот такой светлый я думаю будет неплохо можно даже поставить показать мы примерно сочетали с нашей плиткой которая будет гостиной до были конечно был вообще идеал идеал ребят я недавно увидел на зоне но там цена я вам скажу за область один в один я вам так скажу от натурального дерева наверное вообще не отличается первый раз вижу такой ламинат который так четко сделано конечно квадратом выходил по 3000 рублей представляете да нас даже санузел такая плитка дорого не выжил ну ничего страшного да кстати этот ламинат покрыт воском у него еще покрытие дополнительно восковая есть классно не знаю как вам напишите обязательно то я вам скажу если мы взяли тут пеплом он бы тоже в бомбовский подошел реально бум хоть вы говорите серый тона там не в моде прочее прочее я вам скажу этот ламинат у просто нереально крутой от которого он был у нас в сочи он ну реально реально во-первых он дает очень много света он подходит ко всему вот потолок до белый по и полы светлого даже не серый он светло с серым переливом а на свет он вообще дает ну совсем светло вообще становится на самом деле в живую намного красивее смотрится в общем не знаю вы довольны хотя как сказать это я уступил как говорится своей второй половинке потому что как к этому я как-то скептически относился мне нужно знаете как заразить чем-то чтобы я вот как сказать вот у нас как сочи на самом деле ремонт мы начинали вообще с одного и заканчиваем вообще сейчас другим у нас сейчас дизайн стиль вообще меняется внутренний интерьер меняется у нас полностью поменяется декор потому что мы уже хотим вообще в другом стиле все сделать что будет здесь в спальне вы даже себе представить что что ладно скажу так что мы хотим сделать с этой стенкой пишите кто угадает я не знаю тому зачет там вообще громадный большой привет передам не знаю что что вы хотите но здесь будет круто интересная вещь на этой стене вообще вы не интересно кто это угадает вообще честно вот поэтому это честно даже на той квартире мы такой не то что стиль в общем это не рассматривать мы это даже не видели да класс классно ламинат покрытия вообще не прям очень понравилось знаете что я думаю тут не будет сколов он очень хорошо сделан как это не что показали что он еще забыли многим из вас нравятся обзоры нашей техники которые мы делаем для вас и вы все просит сделать что-то бюджетное вот сегодня у нас будет на обзоре вот такой бюджетный робот-пылесос вот пришел он к нам на помощь давать вкратце я расскажу что у нас по комплектации и что есть коробки вас идет книжка что хорошо она на русском языке написано просто ребята и доступно все стандартно как практически во всех робот-пылесосах если у нас был и вы знакомы с ним смайта ли фант модель м 201 что у нас есть запасной фильтр наша подстанция для зарядки сам блок питания и запасная щетка под металка щетка у нас идет здесь одна она устанавливается вот колесики все стандартно мы уже его немного протестили посмотрели как он в работе вот контейнер для мусора у него находится здесь сверху он помещается у более дорогих моделей он выдвигается сразу вот здесь многих до нажимается кнопочка и он выдвигается не знаю будет ли вам для вас это плюсом или минусом вы сами потом напишите вот тот сам контейнер он извлекается очень легко и доступно вот так же он и разбирается вот помещается сюда и все закрывается крышкой все есть ребята включается настраивается стандартно у нас есть книга руководство эксплуатации по ней мы находим air код скачиваем приложение сопряжаемся с сетью вай фай с вашим также мобильным устройством проходит сопряжение дальше мы регистрируемся в личном кабинете находим данную модель это у нас m201 все проходит полное сопряжение с пылесосом и мы можем его теперь управлять с мобильного приложения так это все хорошо конечно разговоры разговорами но нужно и показать саму работу как он справляется у нас будем тестить на его на ковровом покрытии и посмотрим что получится что мы приступаем к работе наш робот пылесос побежал вперед и это хорошо но начинает собирать вес весь наш мусор на нашем ковровом покрытии ребята работает он довольники не шумно что это очень даже радует с препятствиями он справляется на отлично он их видит он их объезжает разворачивается и уходит на обратно на свой маршрут проверим также у нее есть функция от падения датчик посмотрим как сработает как мы видим работает он прекрасно ни разу не было намека на то чтобы пылесос смог бы упасть за этому сцен твердую пятерку также проверим как он возвращается на свою подстанцию зарядки при низком заряде батареи все прекрасно станцию увидел далее мы конечно же проверим посмотрим что он собрал у нас вот открываем контейнер и смотрим конечно же здесь мусора очень даже прилично посмотрите сколько он собрал шерсти пыли и прочего мусора вот отлично за этом ставим твердую четверку и закончится наш маленький небольшой тест драйв на его протестили посмотрели как он работает как он сборки и в общем да хотим вам рассказать о нем о своих плюсах и минусах вот ну соответственно давайте начнем с плюса модель относительно недорогая она бюджетная вот он довольники не шумные что мне понравилось просто есть модели прямо очень шумный поэтому если его включить вы спокойно также можете лечь отдыхать даже уснуть запросто с ним он вас сильно беспокоить не будет я об этом уверен вот еще один такой плюс я видел датчик датчика отпадения не во многих даже более дорогих моделей есть этот датчик но опять же нужен ли он вам или нет в это же сами решать если у вас второй этаж или где-то определенные ступеньки где вы боитесь за свой пылесос чтобы не упал не разбился с этой функцией он справился на отлично на отличном хотя в руководстве есть определение если вы боитесь что он упадет можете поставить какое-то препятствие ребят никаких препятствий не не было вы видели он спокойно справлялся никуда он не упал ни разу этого не заметил это твердая пятерка убирает он относительно хорошо за это я вам ставлю четверочку единственно что мне не понравилось потому что у меня нету турбоскорости то бишь у него один режим работы одна скорость к включили так он и пошел убираться вот в этом возможно есть какой-то минус да где нужно допустим принудительная сервис сильная уборка вот на этим нужно увеличить мощность чтобы хорошо пропылесос это здесь сожалению нету а хочу еще отметить возможно это тоже кому-то не понравится вот у него одна одна щетка щетка для убирания подметательная вот эта щетка на более дорогих моделей их 2 но и 2 конечно конечно не будь более эффективный забирать себя мусор вот но опять же оговорюсь это бюджетная модель бюджетная модель и за эти деньги много мы прям ну уж не можем требовать до 1 производителя опять же лоток для сбора мусора он у него находится внутри более дорогих снаружи там на нем с мобильного приложения очень просто там нету никаких функций вы просто туда зашли включили его отключили либо как с пульта управляете влево вправо он поехал и все вот сожалению у него нету функции запоминания той площади уборки где он уже был соответственно где он убрал всю эту площадь туда он уже возвращаться не будет и это наверное будет такой вот небольшой минус возможен для кого-то вот а во всем остальном друзья если вы ищете недорогой бюджетную модели хотите себе именно робот пылесос где есть у вас небольшие объемы где мало препятствий его пустили усилим пусть сам ходит убирать принципе это модель подойдет за эти деньги сильно строго судить мне данный модель не будет на свое объективное мнение я ему ставлю твердую четверочку я бы так лучше сказал лучше бы здесь не было датчика от падения но была бы программа где можно было программирование ставить полные уборки комнаты или квартиры именно эта программа которая запоминает где он находился и убирал убирал в остальном а во всем остальном в качество сборки и вообще в компактности и производительности данного пылесоса у меня никаких претензий нет поэтому кто хочет себе недорогую бюджетную модель я вам советую а для вас мои дорогие я еще оставлю купон на 400 рублей купончик я прикреплю внизу в описании под видео переходите пользуйтесь пылесос приобретался на всеми знаменитом сайте алиэкспресс ссылка на магазине ребята также внизу в описании под видео переходите смотрите у правоса есть еще куча других моделей интересных смотрите читайте отзывы вам понравился то пожалуйста приобретайте потому что я уверен что техника должна помогать нам чтобы экономить наше драгоценное время а мы его уделяли на какие-то более приятные интересные вещи в общем друзья на этом наш обзор законит думаю он был вам интересен ну а мы продолжаем в общем кстати насчет вопросов по фасаду мы уже договорились о поставке материала и мы будем отделывать фасад в этом году возможно нет но если возможно будет так что будет хорошая погода и я успею возможно фасад спереди дома сделать его во первых это будет экспериментально для меня во вторых это она простое зиму и покажет как при минусах он себя будет вести этот фасад потому что это зимой все говорят у вас жарко и тепло ребята у нас минус 30 было это зимой даже минус 35 было да и все вы говорили когда у тебя замерзнет труба у меня вообще канализация была снаружи на улице стояла как вы видели да и ни капли ничего не замерзла как многие сказали если хороший правильный наклон есть нормальный диаметр труба ничего там никогда не замерзнет вот и что что фасад фасад у нас уже заказан заказан у нас уже цоколь а вот когда я буду делать это уже будет вопрос а нужно из говорю в этом году начну но в следующем году он уже по любому будет сделано ну дом преобразится дом преобразится у нас был маленькая так скажу нас будет белая расшивка белые швы это будет выглядеть очень красиво конечно это же потом сразу скажете нужно менять крышу там вообще есть честно на ребята понимаю ваше желание что с этого дома что-то там нереально друзья это вложение средств и денежные растраты это финансовые на деньги вот так не сыпятся в мешках знаете если бы нам это деньги сыпали из мешках да я вы знаете возможно мы там свой да невозможно мы так бы сделали мы построили свой дом мечты понимаете мы сделали бы купили участок со в хорошем месте где именно нам нравилось да там я прям видно видно озеро наверное мы взяли участок мы сделали реально все по своему проекту все по уму полностью недавно мы с вами подсчитывали недавно люди писали живые люди которые сейчас строят дома я когда сказал сейчас нуля взять где-то дом 110 квадратов с нуля практически но опять же в разных районах стоит земля да с учетом земли я не знаю допустим том же сочи ну там конечно нереально да эту сумму смешно мне называть 78 миллионов потому что только одна земля там будет стоит ну я в среднем буду говорить там участок земли стоит 250 на 500 тысяч рублей да вот и к нему я все плюсовал под ноль все сделать вот с мебелью полностью все этот участок облагородить да да нуля где-то 78 миллионов уйдет и мне начали писать федер я тебя разочару 78 миллионов не уйдет уйдет намного больше к этим еще 7 8 миллионов нужно еще приплюсовать технику и прочее прочее подобные ребят я говорю о хорошем ремонте не просто понимаете где-то так абы как что-то сэкономить вчера вчера я смеялся я вчера привезли окна ставить и форточка лежит я таких форточек вообще никогда не видел я говорю ребята если бы на ней еще было расклада я бы здесь просто упал упал бы не встал сейчас я вам покажу вот такусенькая я клянусь вот такусенькая форточка сама рама вот так потом сверху об наличник она вот такая до получать а сама форточка вот такусень я бы это куда-куда это не знаю там где-то дали размеры заказали нужно поставить так и чем остановились на ремонте а насчет ремонта да мы говорим что что да ребят цены дорожают все дорожает конечно все и когда вы говорите сделайте то конечно если были бы финансы 2 этаж это конечно можно сделать реально можно так поднять сделать вообще такой панорамный тоже фасад второго этажа можно сделать либо открытую веранду дополнительно на втором этаже представляет отсюда какая-нибудь лестница это вся площадь а площадь там просто нереально кто видел видосики кстати можно видео сделать про черта когда я туда лазит там до потолка я не могу допрыгнуть потому что там высота нереально большая там еще сейчас крыша получается у меня четырехскатной если ее сделать двухскатной площадь увеличится ему там нужно я не знаю творить все что угодно но опять же это все финансы финансы время и вообще всего да нужно правильно будет закончить внутренний ремонт немножко отдохнуть и потихонечку опять начать делать вот а в планах конечно еще до ума много что здесь доводить вы сами все должны понять и поэтому сегодня вот что было вы видели этот лючок я вам показал что там с того личка до посуде на него ушло у сколько ночью 5 5 часов времени на полдня ушло полдня просто какой-то вроде а что на видео вы наверное увидели секунд 30 прошло на видео 1 раз оба все готово всем прекрасно а именно вот сделать его технически все туда подвести что робить все эти трубы все это подвод сделать воды на самом деле это очень много уходит и поэтому когда кажется что здесь может быть мало что-то делается ему так сказал если это видео не обрезал бы это все оставлял бы у меня сутками смотрели вот реально 24 часа в сутки идет ремонт если камера и везде растаял бы вы бы это все видели даже на самом деле все наблюдали вроде вы думаете вот чуть-чуть чуть-чуть осталось на самом деле вот вот это чуть-чуть она забирает все время вот это особенно сейчас отопление все эти трубы уложить правильно подвести установить еще к темам я не знаю как все будет все это подогнать запустить на самом деле ребята это нужно и время и технически к этому грамотно все попадайте поэтому никуда не спешим никуда не торопимся если что мы кому-нибудь из вас гости поедем там перезимой кстати на звуки на приглашает вчера буквально приглашали в испании спасен громады наш приглашает турцию наш приглашает и по россии в москву приезжайте в питер вам покажет на самом деле это вообще нереально круто и приятно нас приглашает в италию наш приглашает францию на самом деле нас смотрит я даже не знаю сколько стран 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 наверное 50 точно вообще смотрят и люди пишут и это реально круто особенно когда быстрее прямую фирму там вообще израиль очень часто очень много тоже германию очень много но тоже сша там да там ребят на самом деле громадное спасибо поэтому мы подумаем над этим предложением так что если что я я вас на язык не тянул да я не один приеду со мной приедет самая большая семья это уже человек будет 200 поэтому нам нужно большой большой дом или побережье арендовать где мы все будем там поставим палатку будем все находиться вот на самом деле смех смехом но конечно это было круто если так где-нибудь всеми собраться в большой большой громадной такой компании отдохнуть от души это я думаю вообще было здорово так давайте на этой хорошей прекрасной нотки мы будем заканчивать подводить итоги мне кажется все было хорошо прекрасно постараюсь больше таких ошибок не допускать так вот это удаление видео я были уже понял как все что нужно вот потому что из вас многие начали переживать где вы пропали что случилось ребятки все в порядке спасибо громадной конечно что вы переживаете за нас это очень-очень нам приятно вот ну и на этим как говорится приятному давайте потихонечку заканчивать я как всегда конечно же вам буду желать всего самого хорошего у кого идет ремонт вам хорошо сделать этот ремонт от души потом конечно же кайфовать кайфовать от этого пусть у вас все получится ребята главное усилия старания дать чуток замотивироваться и самое главное хорошее настроение поверьте если у вас будет хорошее настроение вы со всем справитесь поэтому пускай там у вас будет пускай у вас улыбнет как всегда и сейчас прямо сейчас и это будет от всей души небольшой подарок но все друзья я вам хотели же желаю счастья здоровья и удачи и пусть все у вас будет хорошо как всегда надолго не прощаясь скоро в этом мы обязательно увидимся всем счастливо всем пока и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok